Всем привет дорогие друзья! Продолжается наш отдых в Грузии, в Батуми и меня всегда, знаете, спрашивают, особенно в директе, постоянно все вопросы, Лена, где найти экскурсии, посоветуйте экскурсоводов. Ну вот у нас один раз мы с экскурсоводом, с Эдуардом съездили и, в общем-то, подружились, и вот видите, никак не можем расстаться с тех пор. В общем, у Эдуарда, сейчас он расскажет, как называется агентство? В инстаграме есть страница Travel from Batumi. В общем, будут координаты внизу, и у вас сейчас, по-моему, 4 экскурсии? 5 экскурсий. Первая экскурсия это Горная Джария, да? Да. Я за него расскажу, но расскажи вот так вот. Кто первый раз приезжает в Грузию, этот человек, вот потом и приехал человек первый раз, да? Этот человек на второй же день должен поехать в Горную Джарию. Это грузинское застолье. Ну, сначала там смотрим красивые очень места, арочные мосты, водопады. Там еще в этом году я добавил прогулку на лодке, на катере, вот где водохранилище. На катере прогулку добавили. Это где мост Тамары? Нет, нет. Там водопад, скажем. Где водохранилище, электростанция, вот там. А потом завершение экскурсии, там застолье грузинское. Очень. Вот это я хочу сказать, вообще самое интересное. Там все песни грузинские. И вот чтобы ощутил человек, что он в Грузии находится, он обязательно должен поехать на экскурсию в Горная Джария. Там грузинское гостеприимство, тасты грузинские, чтобы его слышать. Нет, чтобы вот на самом деле реально поощутили себя в Грузии, вот потому что здесь всегда говорят, вот когда с грузинами встречаются, вот с настоящими грузинами, да, и говорят, ну, мы не ожидали вообще, что такое может быть гостеприимный народ, что вот так вот встречают и угощают везде, и все остальное, вот это вот, в общем, нужно посмотреть. Это первая экскурсия, вторая? Вторая экскурсия есть каньоны. Мортвельский, да, каньоны? Где мобильный. Где мобильный. Есть пещера, Прометрия, вот это экскурсия. Ну, это тоже такие вот экскурсии на целый день, то есть с утра и прямо до позднего вечера. Да, да, почти все экскурсии на целый день. Ну, их можно тоже будет идти. Третья очень интересная экскурсия еще в Сванетии. О, так вы сделали Сванетию? Да, есть, конечно. А почему мы тогда не были? Вот единственная, на которой мы не были. Это экскурсия на два дня, в шесть часов рано утром выезжаем, и на второй день, где-то в двенадцать часов ночи приезжаем обратно. Отлично. С ночевкой там. С ночевкой. С ночевкой. Вот потому что, говорят, если вы не были там, то вы не видели. Очень хорошая программа у нас есть, там тоже по желанию есть прогулка, вот это самая большая электростанция Энкургейс, там большое водохранилище есть, и поэтому водохранилище есть прогулка на катере. Это по желанию, кто-то хочет, кто-то не хочет. Очень интересно тоже там. И вот самое главное посидеть, с вами вместе посидеть, вместе на второй день едем, поднимаемся на машине на высоте три тысячи триста метров. Там ушли, наверное, закладывают, я так думаю. Есть горнолежный курорт, Тет-Нольды, горнолежный курорт, три канатные дороги там поднимаются, но эти канатные дороги работают только зимой, когда сезон начинается, горнолежный сезон. А мы на джипах туда наверху поднимаемся, и вот на высоте три тысячи триста метров поднимемся, и сверху все смотришь. Но это теплую одежду нужно с собой пройти, там снег наверху. Нет, 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 нет. Снег вообще вот где мы поднимаемся, не голево, а тут там вторая гора, видно, это гора, Тет-Нольды, гора, Тет-Нольды, гора, называют там Белая гора. Там постоянно снег, снег не тает, но когда туда поднимаемся, обычно вот в шортах, как здесь ходим. Потому что я все же поднималась, там снег, там такая холодильная, там задубеешь прямо все. Вечером есть ужин, ужин с шашлыком, с вином и тосты грузинские. Не, ну какое, грузинское застолье без вина-то? Нет, ну причем Эдуард сам делает домашнее вино, у него очень хорошее. Все эти места осмотрим, еще кубдари, что надо, чтобы туда в Суаниде приехать и кубдар не погушать, это нельзя. Кубдари тоже надо там обязательно погушать. А мы ели? Вы же в Суаниде не были. А, только там, а что это такое? Кубдари похож на хачапури, такие же кругли, только внутри, вместо сыра, находится мясо. Но кубдари здесь тоже можно похож. Не, 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 как хачапури, вот такой, круглий, такой большой. Есть еще экскурсия в Турцию. А, вот сейчас появилась, не было раньше, потому что у вас граница была закрыта. Но в Турцию я не езжу, мой друг ездит в Турцию. Есть экскурсия, вот, в Шекветили, вот парк, энерологический парк, что есть, музыкальный парк, миниатюрный парк, друзья в миниатюрах, что есть. И потом купали в этом, в черном песке. Вот по близости Батумии песка нету, везде галочный пляж, а вот 50 метров от Батумии, там есть черные магнитные пески. Но они реально лечат? Полезно, да. Но сказали нельзя, кажется, мокрым, надо, чтобы сухой был. Очень, очень долго тоже нельзя, максимум 25 минут, больше нельзя там. Но сухой, да? Потому что мне сказали, если мокрый, он теряет свои свойства. Я не знала, я мокрым натиралась. Это очень сильно, и вот, когда мокрый, очень сильно прилипает, и лучше сухой полырят там, да. Все там ничего не прилипает. Еще на следующий, в этом году экскурсии были, но на следующий год, как с вами, двухдневный тур, вот такой тур будет у меня. Я дом там построил, это 130 километров от Батумии находится летний курорт Бахмаро. Горный. Горный летний курорт Бахмаро, высота 2050 метров этого курорта. Вот минеральная вода на Беглаве что есть, 100 километров от Батумии находится этот минеральный источник. И оттуда потом 30 километров надо постоянно вверх подниматься. Там, когда человек приезжает, отдыхаешь от всего абсолютно, чистый воздух, никакого шума, никакие машины, ничего не беспокоит. Это релакс, и грузинское застолье вам туда. И вот там уже будет с ночевкой, чтобы туда поехать, где там надо ночевать. И вот в Батумии, как бы жарко ни было, там приезжаешь, без теплой одеяла, ну не совсем такое теплое одеяло, но без одеяла спать нельзя, холодно. Одеяла будут? Да, конечно. Для пожелающих. И еще, знаете, я вообще, когда сезона нет, не работаю, и выходной у меня, да, я очень люблю утром спать. Могу до 11 часов спать, а там не могу я спать. Как бы поздно ни лег, там кислорода много, и рано утром просыпаюсь, ой, говори на 11 часов, посмотришь и 7 часов, 8 часов быстро просыпаешься. Вот эта экскурсия еще на следующий год будет. Вот если у кого-то надо будет помощь, что вот человек первый раз приезжает, ему, он не знает, он куда пойти, что, где жилье, планировать. В эту ситуацию, если позвонит, помогу. Он бы тоже помогать, ты так смотри, а то знаешь, как злоупотреблять зрители, тоже некоторые не злоупотребляются. Вот когда сезон, я работаю, поэтому днем у меня времени нет, чтобы долго общаться, на экскурсии нахожусь, и долго я не могу общаться, там встаю, что-то рассказываю и буду о себе спешат. Писать нельзя так. Вот вечером уже после 10, могут позвонить, можете и написать тоже, и в чем я могу, во всем помогу. Стоимость, средняя стоимость сейчас экскурсии, вот, если, допустим, двухдневная и однодневная? Вот однодневные экскурсии, что есть? Ну, вот это на сейчас, на сентябрь. За застолье, что есть, грузинское застолье, вот эта экскурсия, сейчас, в данный момент, сто лари стоит, и в эту сумму абсолютно все включено. Ну, может быть, там чуть-чуть подорожание, если бензин там подорожает, или что-то. Ну, может, уменьшится цена, да, может, уменьшится цена. Увеличится. Не, уменьшится тоже, да. Вот это вот, кстати, свойство Эдуарда, вот мы, когда с ним первый раз поехали, такие, выходим, денег не надо, что-то он кому-то сказал. Да, мы такие смотрим, да, он же целый день ездил, в 12 ночи, денег не надо, как денег не надо. И двухдневные? Двухдневные, смотрите, что есть экскурсия, это сейчас 300 лари стоит, в эту сумму входит поездка туда-обратно, гостиница. Уже даже гостиница, свечена в 300 лари. Престижная гостиница, они двухдневные, местный номер, ужин, шашлык с вином, и все закуски тоже, другие закуски тоже есть. С вами, если они поехали. Завтрак, билеты на канатной дороге, вот 2200 метров там канатная дорога вместе поднимается, две канатные дороги на руку поднимаются, сначала одна, потом надо пересесть другую, билет на эту канатную дорогу, билет в музей, но только не входит в эту стоимость обед. В общем, практически все включено, а пообедать, я думаю, там люди всегда найдут, где и чем. Так что обращайтесь к Эдуарду, все контакты будут в описании. В общем, вышли вечером, нас сегодня дождь разогнал, сильнейший дождь, когда мы приехали с Чаквиш, в общем, Дримленд Оазис, и сильнейший дождь, мы вымокли, вот мы переоделись, и я, представляете, так расстроилась. Этот пиджак у меня голубой был, в котором я ехала в Тбилиси, такой красивый, мой любимый пиджак, я его, оказывается, где-то оставила, я думала, на квартире там в Тбилиси, нет, хозяйка написала, что там не остался, хотя я даже не представляю, где еще. В таксисту написала, тоже у меня телефон его был, тоже сказал, что у него ничего не оставалось, к сожалению, в общем, что-то у меня, видите, какая-то моя частичка осталась в Грузии, причем моя самая любимая частичка из одежды. И плюс еще, если у нас будет холодно, это была единственная теплая одежда у меня, вот эта вот рубашка, как я ее оставила, где я ее оставила, так, ладно. Мы-то вот сюда вышли, здесь обычно вечером шоу вот этих фонтанов, которые я вам все время обещала показать, и первый раз мы сюда сегодня дошли вечером, я вам тогда днем показывала кадры. Здесь очень красивые фонтаны, музыка, все, но, видимо, может быть, из-за дождя, или потому что уже поздно, потому что времени сейчас, так, у меня 11, у них 12 на час у нас разница, я не переводила часы. Вот эти две башни, я вам уже рассказывала несколько раз, Орби групп, вот это, наверное, тоже их третья такая же, вот это у них здание юстиции, а вот это ресторан, в котором мы хотели посидеть, в котором, представляете, как громко орет музыка, вот мы сейчас здесь с вами стоим, слышим музыку оттуда, а представляете, насколько громко там внутри, там внутри вообще просто невозможно находиться, ну, только либо танцевать, то есть как бы пообщаться, если вы хотите с кем-то, это практически нереально сделать. Ну что, для вас прошло всего лишь несколько секунд, а у нас уже прошла ночь, мы, как всегда, с утра поднялись, Оксана у нас готовит вкуснейшую яичницу, поели, ну, сегодня день тоже что-то пасмурно как-то, но дождь вроде бы в 5 часов гроза только обещает, жарко, очень жарко, дышать нечем. Идем на пляж, первый раз идем на пляж, который находится рядом с нами. Все это время, что мы здесь были, мы все время ездили на какие-то удаленные пляжи, а сейчас посмотрим с вами обычный городской пляж в центре. Местные, конечно, предпочитают вот окупаться вот в Сарпе, там в той стороне либо магнитные пески, но мы уже настолько намотались и наездились, что хочется вот просто где-то поблизости, чтобы никуда не ехать и особенно долго не идти, только вот через дорогу перейти. Вот он наш дом, где-то здесь мы на четвертом этаже живем, наши окна, наверное, скорее всего, открытые. Там Макдональдс, вот кто меня спрашивает там, где квартиру здесь лучше снять, и вопрос у меня был про отели. Девочки, я здесь по отелям вообще не спец, если в Турции я практически все знаю, которые на слуху во многих была, то здесь, знаете, как-то проще снимать апартаменты, потому что у вас все будет в квартире, вы сами не зависите ни от кого, ни от чего. Ну, в общем-то, как бы отели-то хорошие здесь, конечно, тоже есть, но как они называются, я не знаю, я могу только вот сказать вам. Бульвар Шрифа Химшашвили, расположение хорошее, удобное, рядом с набережной, вот рядом с Макдональдсом, это здесь все все знают. Водичка Боржоми 2 ларе, литровая, 2 ларе это 74 рубля, а у нас сколько стоит, что-то я не помню, литровая Боржоми. Вот, мы с вами, ну сколько, 3 минуты, наверное, дошли до дороги, перешли, и мы уже на набережной, на море. В общем, что-то не нашли мы лежак, пошли дальше, ветром гони мы по набережной. Смотрите, какое интересное здесь сооружение, скульптура. Интересно, что она означает, бык, рояль, это, может быть, какая-то типа визитная карточка вот этого вот сооружения, которое здесь стоит, дискотека или что, но необычно, согласитесь. Следующая локация у нас, такая дорожка, видите, яркая, из деревяшек сделана. Вот, а там прямо, смотрите, какие-то королевские лежаки, белые, от солнца. Ну вот, здесь как-то чуть-чуть пожизненней. Ну, во-первых, людей, конечно, больше, но хотя бы есть кто за эти лежаки отвечает. Не пойму, мне дельфин мерещится вон там, за людьми, как будто бы вот сейчас какие-то плавники проплыли. Или, может быть, буйки там. А, нет, слушайте, не мерещится, там реально плавают дельфины. Вот если вы туда вот посмотрите, в ту сторону, то там дельфины, они прямо вот рядом. Они прямо вообще рядом, слушайте, обалдеть. Вон, ведь дельфинов видела ты? Вон, вот прямо у берега плещутся дельфины. Прямо у берега. Я сперва думала, глюк. Слушайте, их там целая стая проходит. Дельфины. Жалко, что у меня особенно телефон не приближает. Но вот там вот-вот, вот плавник, вон плавник, вон плавник. Прям один за одним. А, ну, кстати, вода сегодня почище такая. Прикольно, представляете, прям вот в прямой видимости там плавут дельфины. Там чайки, видимо, косяк, рыб проходят. И они там. Прикольно. Напишите, кто-нибудь увидел с моим качеством? Вот сейчас здесь проплыл дельфин. Увидел кто-нибудь дельфина или нет? Да, дети радуются, дети тоже увидели. Прям вот они рядышком скачут. Классно. Надо идти купаться. Бежать у нас далековато, надо за вещами смотреть. Здесь людей из такого. Сейчас только что мужчины этого видели с тапками. Прикольно, да? Красота. В общем, лифт здесь. Сколько хожу, столько и поражаюсь. Это что-то с чем-то. Если ты идешь неспешным шагом, Оксана с Юрой зашли. Я последняя. Меня зажал просто с двух сторон. А он такой здесь, мощный лифт. Прям это меня еще Юра выхватил туда, вовнутрь. В общем, жесть. Сейчас неприятные эмоции. Все, переоделись. В общем, с ней толком не купались так. Сидели больше. На волны смотрели. И сами, ну как бы, знаете, как на берегу сидишь, тебя волной окатывает. Не смогли зайти в воду. Очень сильная волна и очень резкий спуск глубокий. Хотя, детям это преградой не являлось. Так. Ну вот сейчас по местному 5 часов времени. Дождя пока нет. Хотя после обеда обещали грозу. Мы идем, как всегда, кушать. Кушать мы уже, знаете, от добра добра не ищут. Хотя нам здесь посоветовали пару хороших мест. Но нам понравилось вот это место. Там очень вкусные хинкали. Туда опять. Правда, я не знаю, что я буду брать, хинкали или нет. Но хинкали здесь реально в Кудлинга. Чего ты не пробуешь? Чего другое? Ты же в Грузии. Но если мне нравится хинкали. Почему я должна что-то про... Лобио, допустим, я не люблю. Я его терпеть не могу. А Джабсандау там одно время я готовила. Я тоже не люблю. Салаты все. Я последний раз брала, не съела. Даже два раза брала. Не съела. Что я выбрасывать салат? За мной доедает, конечно. В общем, нет на них места. Поэтому берут то, что уже знаешь и то, что нравится. Этот цыпленок вкусное очень блюдо. Но жирное. То есть, потом прям... Ну, во-первых, руки все грязные. Потому что самое главное в соус макать хлеб. Руками ешь эту курицу. В общем, ладно. Посмотрим сейчас. Посмотрим. Здесь на улице сесть? Так сегодня не жарко. Да не жарко на улице. Да не жарко. Как же правильно называется? Сазандари, что ли? А здесь по-другому. А, или это... А, это другое. Подождите. Вот это Саша Шник. Саша Шник. Наверное. Что, мы идем сюда. Идем сюда. Мини. Мини здесь, собственно говоря, ничего не меняется. Я не знаю с алкоголем только. Себе забавят. Планы такие с едой, а мне с алкоголем. Нашли. А, да хочешь, я тебе скажу твой заказ. Пять хинкали. Все равно ничего другого не будешь. Так, а я хочу посмотреть. А здесь еще хинкали и жареных нету, Аня? Да. Что-то я не видела их вот в меню. Они вообще где? Юка, ты что, опять окрошки? Я их вообще не вижу. Камаруля. Камару. Камару, шум, хошел. Это, это, лепешка. С Юрой принесли салат, а мне принесли компот. Компот даже не пойму с чем. С инжиром, что ли? Инжир это, что ли? Или сливы пока это? Ну, такой прикольненький. Первый мой заказ. Я, знаете, впервые в жизни решила попробовать эти хинкали с картошкой. Ну, я так подозреваю, что это как вареники с картошкой. Мне сейчас еще пельмени мои любимые принесут. Но, сейчас, не знаю, не пробовала ни разу. Как это вот сок из хинкали от картошки? Удачи! Так, ну-ка. Откуда музыка взялась? Не помню. Здесь что, тоже живая музыка есть, что ли? Нет. А, здесь картошка вареная. А какую я хотела? В принципе, по идее, было понятно. Хотела бы попробовать картошку. У меня вареники с картошкой. В детстве было любимое блюдо. Вареники с картошкой и... Откуда мы будем? И с жареным луком. Кстати, очень вкусно было. Классно. Плюс, примешки мои в горшочке принесли. Вот такие вот вкусненькие в горшочке со сметанкой. В общем, с таким соусом. А у них вакрошки? Они вкусно очень. Они очень-очень вкусно готовят. Очень. Вакрошки не дают. Счет у нас 60. Оксана, видите, как перевела? Даже не видно. На всех мы объелись. Мы ели из-за стола выходим. 61 и 6. В общем, у меня 17,6 получили. Вот столько мне сегодня дали в магазине мелочи. Девушка, знаете, так ехидно улыбнулась. И набирала, набирала. Вот это вот. А вторая кассира, которая сидела с ней, они так весело посмеялись. В общем, ну, как бы это сколько? Один ларий – это 37 рублей. То есть вот это вот где-то по сколько? По 3 рубляшки получается. Так, ладно, мне что, 17,6 я хочу сейчас отдать просто опять всю эту мелочь. Мне она, как вы понимаете, абсолютно не нужна. И вот это вот все, что у меня осталось, кстати, из денег. Робот покой перед магазином. Огромный. Просто интересно, он двигается или он так просто для красоты сделан. Все, поели, идем. Карфур ищим. Представляете, я распогодилась сегодня. Написано было «Гроза». Вообще небо уже голубое. Такое здание Карфура здесь. Но я еще раз говорю, здесь вот с этими ценами, даже если честно, не знаю, с чего привезти. Потому что цены зашкаливают, продукция вся та же самая. Вино я вообще не вижу смысла отсюда везти. У нас продается все то же самое. За меньшие деньги. Вот честно. Я не знаю, там по качеству как, но в общем случае название, бутылки, все одно и то же. Везти отсюда вес лишний, дополнительный. Для чего? Наверное, под свадебный наряд, скорее всего. Хотела бы, да? Ну вот он, магазин этот Карфур. При входе здесь, ну как у нас Ашан. Ну и Карфур у нас тоже есть. Точно так же это все для школы. Что-то ни одной корзины при входе вообще нет. Людей много. Хотя сегодня будний день. Готовиться к школе. Я хотела посмотреть пенал, может, молитву. Даже обойти не могу никуда. Сейчас хочу просто ради интереса посмотреть, сколько рюкзаки. 49 лариан. Ну, тысяча. Ну, пять почему. Две тысячи. Две тысячи. В общем, я прихожу к выводу, еще раз говорю, что у нас на Валберисе и на Озоне цены дешевле. Фруктовница, вот такая какая-то, или не фруктовница, еще это салатница. Пять лариан. Пять на четыре, грубо говоря, умножаем. Двести получается. Двести рублей. Это пластиковая штука. Палат. Почти. Так, 3.35. Три на четыре, 120. Слушайте, у нас Альпенгольд продается по 70 или 80 рублей в магазине. Так, вот такие какие-то печеньки. Пять лари, да. Пять лари, двести рублей. У нас такие наподобие эти, Яшкин продает. Орео 7, ну, почти 7 лари. Вот эти я вообще, допустим, смысла не вижу вести. У нас все это есть. Вот тут вот абсолютно все из этого ассортимента у нас есть. Ну, интересно, цены на шоколадки. Тут почему-то две цены подписаны. Почти два лари, Марс на 4,80. Чуть меньше, чем 80 рублей. У нас в магазине 49 маленький стоит. 49 рублей у нас стоит. А здесь чуть дороже получается. У нас цветы такие же шоколадки, как у нас есть. Конфеты, прикиньте, победа. Наша победа здесь лежит. Лимонады здесь вот такие. Ну, вот эти уже у нас есть тоже. Продаются 2,45 лари. Вот эти сейчас в кафешечке видела. По 2 лари. 80 рублей за лимонад. Ну, и вина Марани. 23 лари Марани. Кинзмараули. Я же знаете, что хотела эту? Хванчик-карук смотреть, сколько стоит. Расмани. 10 лари. У нас, кстати, почему-то вот такие вот большие бутылки. Помните, раньше были тоже и 2-литровые, и 3-литровые. Запретили теперь. Полутора литровые все продаются. А здесь 3-литровые. Вон они разрешенные. 12 лари за 3 литра. Или вот такой какой-то 12 лари за 3 литра. Здесь, кстати, любят пиво. Многие вот такими большими покупают упаковками. Прикиньте, в нашем молочке стоит чудо питьевое. Прикиньте. Чудо. 2,75 йогурта питьевого. В общем, народу море в магазине. Толку мало. В Карфуре был просто дурдом какой-то. И мы поэтому решили зайти к нам в магазин. Сейчас взять. Ну, на завтра на с собой. Какие-нибудь печенюшки. Мне здесь очень нравятся ореховые печенюшки. Сыр. Но сыр отсюда я тоже не буду. Мы завтра 7 часов нам ехать в транспорте. Можно было бы вот папе сыр приезти. Но, может быть, мы завтра в Тбилиси посмотрим. Вот эти вот печеньки. Мне очень-очень нравятся. Они и у нас тоже продаются. Очень вкусные. Вот эти 3,50. Две штуки. Ореховые. С собой в дорогу взять. Чай попить. Сейчас вот их возьмем. Пару штук. В общем, я не знаю, сколько населения Батуми у нас. И приезжих еще плюс здесь. Но мы везде встречаем зрителей. Вроде бы город большой. Огромное количество потоки людей. Сегодня встретили семью. Так понравилось Елине. Большой привет, если будут смотреть это видео. У них здесь своя кофейня. И я сегодня нашла настоящие трубочки со сгущенкой. Они сами делают их. Я, в общем, это моя слабость. Орешки со сгущенкой. И трубочки со сгущенкой. И вот это вот. Ой, блин. Тут даже запах, как в детстве. Вот запах, как в детстве. Я прям не смогу пройти мимо. Сгущенка вкусная. И вафель вкусная. Не, они такие, как вот мы раньше делали. Уже сами жарили. Сами жарили. Я раньше постоянно делала. Пока маленькая была. Там 14, 15, 16 лет. М-м-м. Спасибо большое. Балденно вкусная. Как всегда, в общем, попить кофеек. Зашли домой. И сейчас пойдем на музыкальные фонтаны. Все. Вышли мы пройтись. Вечером. Сегодня последний день. Последний вечер у нас здесь. Ну и хочется все-таки увидеть эти фонтаны. Фонтаны действительно классные. Здесь какое-то пиротехническое шоу. Ах, если бы знали, мы все наперед, что и когда будет с нами, где повезет, а где наоборот, засады ждет. Мы б не чудили, мы бы соломки постелили. Ну что, наконец-то, мы попали на эти боющие фонтаны. Мы желаем вам, пусть будет праздник, пусть вам поднимет зарплату начальник. Мы желаем вам, пусть будет счастье и повезет обязательно вам. Всем врагам назло, пусть будет праздник, пусть будет праздник. Когда на улице, наверное, 30 градусов, я думаю, что это классно. Такая атмосфера здесь вечером. Все сидят вот здесь, вот, как бы приспособленных таких особ. Ну, где-то есть типа... Мы желаем вам, пусть будет праздник, пусть вам поднимет зарплату начальник. Мы желаем вам, пусть будет счастье и повезет обязательно вам. Всем врагам назло, пусть будет праздник, пусть будет праздник, праздник-проказник. Мы желаем вам, пусть будет счастье, море надежд и любви океан. В общем, дорогие друзья, в итоге уходились так, что здесь вот такие вот лежаки есть, прям на набережной. Улеглись на эти лежаки, ну, вон она наша, эта, стройка любимая. В общем... Я к тому показала, что дом наш рядом, до дома дойти не можем. Хотели Юру отправить за вином, чтобы домой сходил. Юра сказал, я что, алкоголик, что ли, не пойду? Я говорю, ты представляешь, как тебе туда идти, говорю, быстро, просто. Нам-то, говорю, тут занять лежак, ждать, томиться. Ну, в общем, пошутили. Шутили, хотели, думали, ну, как бы, в последний день, потом думаем, ладно, ничего не охота. В общем, мы уже такие вот настроенные на дом, на поездку домой. В общем, все, завтра мы уже уезжаем. Ух ты, салют красивый такой. Салют провожать. В Тбилиси выезжаем завтра. Опять у нас путь такой, значит, Эдуард нам помог с билетами, купил. Мы-то ездили на ЖД вокзал, а он как раз-таки был там, где продают билеты на Тбилиси. Автобусы метра большие. Мы завтра с вами посмотрим, они комфортные. Они идут дольше, чем маршрутки, но они более комфортабельные. Я, кстати, на таком еще ни разу не ездила. Билеты стоили до Тбилиси 40 лари на человека. Ну, то есть, совсем цена демократичная. Поезд 34, мы сюда ехали. Автобус 40. И идти он будет в 7 часов. Как ехать в 7 часов? Я не представляю из-за того, что мы приедем. Там у нас будет 4 часа, и в 12, ну, приблизительно у нас вылет из Тбилиси домой. В общем, так, что завтра еще немножко с вами прогуляемся под Тбилиси. Представляете, я забыла в квартире пиджак свой. И сегодня позвонила хозяйке. Хорошо, у меня все координаты есть. Говорит, так, так, пиджак. И она нашла пиджак. И договорились, что она завтра привезет вот к автобусу. Еще не знаю, куда автобус там прибывает. И привезет мне пиджак. Это прям вообще счастье. Потому что, ну, жалко мне его. Был хороший пиджак. В общем, всем, как всегда же, добра, удачи, позитива, отличного настроения. Как всегда, увидимся с вами вновь. Пока-пока.